Афганистан во власти радикалов. Нужно ли России закрывать границы с бывшими союзными республиками? Мнение Владимира Жириновского. ЦИК объявил результаты жеребьевки партий на выборах в Госдуму. ЛДПР на третьем месте в бюллетенях. Знаковое место Владимир Жириновский посетил подмосковное Щелково, откуда началась политическая карьера председателя фракции. Из двух зол Владимир Жириновский о событиях августа 1991 года. Как первый бытел, ДПР знает. Вот ГТО и выбирает. Партия отметила День физкультурника. Боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили власть в Афганистане. Это случилось сразу после того, как под их контроль был взят Кабул. Президент государства Ашарафгани сбежал, чтобы предотвратить бойню. Из-за событий, происходящих в Афганистане, союзным государствам необходимо приступить к укреплению своих границ и готовиться к худшему, полагает глава Чечни Рамзан Кадыров. В то же время закрытие границ с бывшими союзными республиками может привести к экскалации конфликтов на смежных с ними российских территориях. С таким заявлением накануне выступил Владимир Жириновский. Он объяснил, почему Москва пошла по наиболее мягкому сценарию по сравнению с политикой Дамаска. Когда предлагают визовый вес ввести, я согласен. Но, еще раз повторяю, мы можем вообще закрыть границы и никого не пускать к нам из бывших советских республик. Тогда там будет Афганистан, там будут талибы и будут погибать русские парни на Южном Урале, Южная Сибирь и Северный Кавказ и Ростов, Коснодар, Астрахань. Я вам объясняю, что Кремль выбрал мягкий вариант, чтобы не было трупов. Сегодня нельзя по-другому. Мы можем занять жесткие меры. Вот Сирия. Мы всех разбомбили и очистили Сирию от боевиков. Здесь же мы не можем бомбить, там же русских полно. Это жители тоже не должны погибать под бомбами. Поэтому есть силовые варианты, которые сегодня пока применять нельзя. И есть варианты государственного устройства. И мы, что заниматься бывшими советскими республиками? Мы внутренними не занимаемся. Мы сказали убрать национальные республики, национальные области, автономные и так далее. Только территориальное деление. Вот у нас 150 миллионов населения, 50 губерний, по 3 миллиона населения. Сделали это? Нет. С трудом убрали 6 маленьких национальных регионов. И поскольку начался шум, прекратили это. Было 89 субъектов, стало 83. Потом Крым приняли и Севастополь. Стало 85. То есть уже что-то пытались сделать. Но начинается даже просто 2-3 региона объединить. Не может Кремль. Начинают шуметь. Не трогайте нас. У нас свой центр. Зачем укрупнять и так далее. Поэтому мы предлагали многое делать. Но власти слишком много проблем за пределами России. Внутри России. Вот я. Отчитывается министр по делам Кавказа. Я его спрашиваю в Госдуме. Сколько русских проживает на Северном Кавказе? Он не знает. Этого дурака мы выгнали. Но что толку другого поставили? Мы же не, я же не президент. В Центральной избирательной комиссии на этой неделе состоялась жеребьевка по определению мест партии в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Государственную Думу. По результатам жеребьевки ЛДПР заняла третье место. Очень хорошо, доброжелательно, быстро, эффективно. Чувствуется, что уже зрелая демократия, зрелый партийский факт. Каждый занимает свое место. И идем, так сказать, на выборы не как на бой последний, а обычный демократический процесс. Радут выборы и будут выборы президента. И так все время будет. Будет выкристаллизовываться, может быть, двух-трех партийных систем. Это будет создаваться парламентское высшество. Кажется, не одна партия. Мы все должны и в экономике, и в демократии бороться против монополии. Монополия одной партии. Монополия на производстве каких-то продуктов. Монополия в спорте. В науке это все не дает больших результатов. Поэтому должно, как телевидение. Сотдесятки каналов. А если один другой? Поэтому я надеюсь, что все будет у нас в этом плане лучше. И в первую этап спокойно послаживаю бьёвку. Выкрикан, замечания, недовольства и доброжелательства. Стабли комиссии и все 14 партий. По-моему, люди особенно, так сказать, и не реагируют никакой. Номер в списке. Но я считаю, что номер 3 это лучше. Большинство людей хотят, не хотят смотреть еще 13 партий. То есть первое, по-пятое, легче всего ориентироваться. Поэтому третий, как бы, такое уже начало голосования. Да, третий номер, голосуем все. А если тринадцатый, надо смотреть все остальные. Какие там еще парки? Что за люди? Если, блядь, не боится. Вот там очень хорошая партия. Алицин видит. Вот. Первая коммунисты это было, знаю. Там было много хорошего, но много плохого. Вторая это там у нас зеленая. Мы все за экологию. Поэтому нас учить не надо рекомендовать. Третий ЛДПР, пожалуйста. Кремлевская партия. Здесь тоже близко. Первая пятерность. Вот это хорошо. Поэтому мы довольны. Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную Думу проект закона об увеличении с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц. Сегодня МРОД составляет около 13 тысяч рублей в месяц. И, по мнению парламентариев, прожить на эту сумму попросту невозможно. В соответствии с действующим законодательством, размер МРОД устанавливается федеральным законом ежегодно. Государственная Дума осенью рассматривает проект бюджета на следующий год, который вносит правительство. И вместе с бюджетом вносятся проекты законов, которые регулируют в том числе и влияют на параметры бюджета. Один из таких законопроектов ежегодных – это закон о МРОДе, о размере на будущий год. Франция ЛДПР предложила свой размер МРОД. Мы знаем о том, что правительство выступило с инициативой увеличить МРОД, но до размера около 13 тысяч рублей. Мы считаем недопустимо, когда 5 миллионов граждан получают такую заработную плату минимальную, работать в трудной социальной сфере. Поэтому мы предлагаем увеличить до 20 тысяч этот МРОД. И источник финансирования мы указали. Мы считаем, что надо меньше тратить, меньше воровать, эффективнее тратить, изыскивать средства для того, чтобы обеспечить рост благосостояния граждан, рост доходов, повышение качества уровня жизни и повышение покупательной способности. Это то, о чем говорит президент каждый раз в послании президента Федеральному Собранию. Поэтому проект закона фракции ЛДПР внесен в Государственную Думу. Мы ожидаем его рассмотрения во время работы над проектом бюджета на будущий год. Нужно говорить не об оттоке населения, а о притоке новых тружеников на Дальний Восток. Так отозвался демографическая ситуация в регионе в реагубернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он отметил, что уравнение в правах коренных жителей и приезжих позволит решить проблему с демографией. В первую очередь это дисциплина. Мы столкнулись с тем, что вот эти миллиарды, десятки миллиардов комсомольских, к сожалению, не были вовремя освоены и не были построены эти замечательные объекты и детский больничный комплекс из-за фатальных, кстати, ошибок в проектировании, на которые Михаил Владимирович нам сейчас дополнительно от правительства выделяет три миллиарда. Мы его обязательно достроим. В 23-м году мы достроим. Ну и есть еще один вопрос, который мне кажется уместный и за год я ощутил его на себе. Мне кажется, федеральное министерство и ведомства должны начинать работу с 9 утра и работать до 12 только на Дальний Восток. Связано это с тем, что 7 часов разницы накладывают особенности в управлении. когда о нас вспоминают в Хабаровске, в Владивостоке, в Южно-Сахалинске, в Петропавловске, в Камчатском. Глубокая ночь. И дела, которые в Москве хотят решить и помочь нам же, уходят на следующий день. Ну и, конечно, отток населения. Нужно говорить не о торможении оттока, а о притоке новых тружеников, новых интеллектуалов на Дальний Восток. Нужно уравнять в правах на надбавки дальневосточные и тех, кто здесь работает и много лет живет, и тех, кто хочет сюда приехать. Получается, люди, имеющие высокую квалификацию из других регионов, из той же Москвы, из Петербурга, с Поволжья, с Урала, если сюда приезжают, то они годами ждут дальневосточные надбавки в 30%. И они находятся в неравных условиях со специалистами. И мы не ощущаем притока. Во многих российских регионах проблема пассажирских перевозок до сих пор остается весьма актуальной. В Оренбурге она остро стоит не одно десятилетие. У горожан складывается ощущение, что на отрасль власти вообще махнули рукой. Интервалы движения увеличиваются, а подвижный состав ветшают. Депутат Государственной Думы Сергей Катасонов о том, как работает в Оренбурге общественный транспорт. 158-й, он был здесь два раза, и два раза проехал мимо. Какую пищу не проехал мимо? Скорее всего загружен. 46 минут уже стою, жду. Скученность, конечно, сейчас большая. Учитывая то, что нет студентов и школьников, все равно приходится ездить большим количеством народа в одном маленьком пазике. К пассажирскому транспорту оренбуржцев немало вопросов. И если с изношенными автобусами люди уже смирились, толпы в салонах продолжают вызывать негодование. Как часто они идут? Одно дело переполнено. Сейчас пик, почаще надо сделать. Заявки и обращения именно такого характера часто встречаются в электронной приемной депутата Государственной Думы Сергея Катасонова. С транспортом проблема существует не только в областном центре Оренбуржья, но и в районах. Решение на поверхности. На федеральном уровне есть программа обновления общественного транспорта. Она входит в проект «Безопасные качественные дороги». Ряд регионов Российской Федерации в ее рамках уже получил финансирование. Комплексный план – это что? Это диспетчеризация, это системная работа светофоров, это учет состояния автомобильных дорог, скажем, алгоритм их ремонта и так далее. Когда федералы видят и областной центр доказывает, что можно сделать так, что система заработает, то, конечно, эти города попадают. Необходима четкая стратегия развития пассажирского транспорта, которая устроила бы федеральный центр. И в этом вопросе Сергей Катасонов готов оказывать содействие. Главное, чтобы заинтересованы были и городские власти. Пожалуй, только один маршрут во всей России работает без боев и как часы. Речь про фирменные автобусы ЛДПР. Стоит отметить, что партийный транспорт в городах ждут с не меньшим нетерпением, чем рейсовые маршрутки. Потому что команда на борту оказывает реальную помощь. Практика показывает то, что в каждый приезд нашего автобуса все больше и больше приходит людей. Есть люди, которые приходят уже сказать человеческое спасибо за ту или иную оказанную помощь, решенный вопрос. Есть люди, которые приходят уже с наболевшими проблемами. И зачастую, на что я сейчас стал обращать внимание, что люди стали больше злиться по причине того, что сама бюрократическая машина дает абсолютный сбой. То есть люди, даже обращаясь в социальную защиту, обращаясь с обычными вопросами, не в письменной форме, зачастую получают отказ. И здесь как раз наша непосредственная задача повернуть эту ситуацию в обратную сторону, чтобы каждый человек получал именно ту помощь, которая ему полагается. Сейчас мы уже пообщались с гражданами, которые говорят о том, что в новом микрорайоне сейчас нет поликлиники. Им ездить далеко. Постараемся им помочь хотя бы организовать какой-то небольшой медицинский пункт. На этой неделе Владимир Жириновский побывал в подмосковном Щелково. Для политика это знаковое место. Именно здесь он одержал первую в своей жизни победу на парламентских выборах 28 лет назад. В 1993 году ЛДПР заняла первое место по партийным спискам в Государственную Думу первого созыва. Ровно 30 лет прошло с того момента, как Владимир Жириновский избрался депутатом Государственной Думы первого созыва. И Щелковский район Подмосковья сыграл в политической жизни председателя ЛДПР немаловажную роль. Именно его жители оказали свое доверие и отдали свои голоса за Владимира Вольфовича. Данные по выборам в Государственную Думу сразу по четырем округам. Либерально-демократическая партия 24,3%. Вы смотрите, что делается. Владимир Жириновский посетил на днях Щелковский район и начал свой визит с завода высококачественных полимеров, где производят уникальные продукты из пластмассы. Америка, Китай, Индия – лишь часть стран, куда из подмосковного городка отправляются инновационные полимеры. Работники завода – местные жители. Владимир Жириновский не мог с ними не встретиться. «Сколько хотите, столько работайте. Четыре часа в день, восемь часов, шестнадцать часов, круглые сутки, выходные, четыре дня. Вы сами должны быть заинтересованы. Если вам нужна высокая зарплата, вы будете работать больше и дольше. Если вы удовлетворяете среднее, работайте так, как вам удобнее. Но в любом случае, чтобы и мозги работали, и руки. Это хорошее сочетание. Мы вам благодарны за ваш нужный труд для нашей экономики, для нашей страны». Следующая точка маршрута – Щелковский историко-краеведческий музей. После недавнего ремонта сегодня он может соперничать редкими экземплярами со своими столичными коллегами. «Это зимние шлемы для людей. И кто их производил? Производили у нас в стране. В Щелково? Не только в Щелково, вообще у нас в стране. У нас были предприятия, которые производили два крупных предприятия в Щелково. Которые производили марлю, бинтри, средства медицинские медикаменты. И химические предприятия. Марлю, бинтри. А когда потребовалось маски, уже никого нет. И станковки. К сожалению, легкой промышленной системы Щелково уже нет. Здесь же Владимир Жириновский организовал конференцию, где ответил на вопросы представителей СМИ. «Я помню, в советское время телевизор можно было сдать, тебе дают чек, и ты в другом магазине покупаешь новый телевизор. А старыми что делать со старыми телевизорами? Нужно было вывести в лес и кувалды разбить. Разбить. Нормальный телевизор, но он надоел, устарел. Отдай в детский дом, отдай в дом пионеров. Пристарелый. Нельзя. Ну что это за власть? Мебель меняет, терроризация? Старую мебель в лес и разбить всю. Разбили. Вы что делаете вообще? Сколько богатства было уничтожено такими дурацкими инструкциями. Дальше давай. Кстати, в Щелковском районе работал и рейс добра от ЛДПР. Партийные автобусы пользуются россиян в регионах большой популярностью. Ждали их с нетерпением и в Щелково. Подарки, отличное настроение, обязательный сбор жалоб, претензий и предложений. И все они будут рассмотрены. В этом можно не сомневаться. На этой неделе современная Россия вспомнила события 30-летней давности. В историю они вошли, как августовский пущ 1991 года. Это был государственный переворот и антиконституционный захват власти, который впоследствии привел к распаду Советского Союза. Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко назвал одним из виновников этого события последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Тот не замедлил ответить на обвинение. Много лет проживающий в Германии Горбачев в очередной раз снял с себя ответственность за развал СССР. Произошедшие 30 лет назад он назвал авантюрой путчистов, которые прибегли к узурпации власти. А Владимир Жириновский считает, что ГКЧП – меньшее зло по сравнению с вакханалием Бориса Ельцина и его команды. Лидер ЛДПР объяснил, почему его партия поддержала тогда все пункты программы Государственного комитета по чрезвычайному положению. Я предчувствовал нагнетание обстановки. Еще в июне выборы, куда не шло. Июль терпимо. Но август, он всегда страшный месяц. Он талибов. Это август, самый страшный месяц. Я чувствую, идет по нарастающим. И я что делаю? Обращаюсь к высшему руководству Горбачеву. Он уже на чемоданах в Форос лететь. Но он молодец. Янаев вместо него остается. Он пишет Янаеву. Прими Жириновского, да безотлагательно. Вот он знал, что будет возможно в 20-х числах что-то. То есть я чувствовал. Потом где-то это витало. Что возможно введение ГКЧП. Возможно какие-то аресты. То есть это все витало в воздухе. Почему никуда я поехал отдыхать? А Зюганов уехал в Кисловодск. Путевочка там. Ну все. Номенклатура кроме Прокофьева. Все разъехались. Поэтому это чувствовалось. Вот такой август он как бы напряжение создавал. Что-то вот в ближайшее время может произойти. Стреляли-то по всему Советскому Союзу. И Вильнюс уже это было. И Тбилиси было. И Узбекистан. Везде уже стрельба. 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 И возгласы. Антирусские. Антигосударственные. Так сказать. Всех долой. Понятно что это чем-то плохим должно завершиться. Я это чувствовал. Но чтобы сформулировать что 19 августа 100% будет введен ГКЧП. Балет. Извичайное положение. Это я так сказать проснулся утром вот под музыку балет Лебединое озеро. И с тех пор с утра 19 августа это мой любимый балет. На все времена. И когда будет у нас власть если у ЛДПР вы все будете балет смотреть 31 декабря. Вся страна сянет во все театры по всему миру. Балет. Большой. Это балет. Чтобы вся страна почувствовать можно было спасти нашу Родину. Никаких причин для распада страны не было. Это и есть дикость какая. Но никто не говорил давайте разделимся. Даже над сменой. Все республики. Никто это даже не ставил вопрос. Какие беловежские. Это преступники. Вот путь был 8 декабря в Беловежье. Незаконный захват власти. Объявляется государства нет. А вы теперь президенты отдельных независимых государств. Вот это был путь. Вот был. Ельцин захватил власть после 22 августа. Это он захватил. Он перевел под свое командование вооруженные силы все. Кто тебе дал право? Ты самозванец. Это вооруженные силы союза СССР. В декабре еще может быть тебе удастся сделать. Когда ты уберешь флаг с Кремля. И окончательно не будет СССР. Но в августе 91 года СССР существует. И ты руководитель одного из субъектов. Ты не имеешь права ничего делать от имени Советского Союза. И все вооруженные силы подчинялись Язову. КГБ Крючкову. МВД Пуга. Поэтому абсолютно никаких причин не было. Никто не хотел. Это все провокация с Запада. Они боялись большой страны с самой мощной военной машиной. И экономикой второй тогда была. 20% тогда было. Тогда мы были на втором месте. Не Китай. Китай лежал, так сказать, совершенно слабый и разбитый. А мы имели. В минувшую субботу в России отметили День физкультурника. Для ЛДПР празднование этого события давно стало доброй традицией. Владимир Жириновский считает, что для занятия спортом необходимо создавать условия в каждом дворе. Все свободные площади занять под простые спортивные объекты, заниматься на которых сможет каждый желающий. Сам председатель ЛДПР День физкультурника провел в одном из спортивных центров столицы. В День физкультурника Владимир Жириновский посетил один из спортивных центров столицы, где сдают нормы ГТО. Празднование Дня спорта для ЛДПР давно стало доброй традицией. Он хорош тем, что воспевает массовый спорт, считает лидер ЛДПР. Везде, где есть условия, они должны быть в каждом дворе, в каждом районе. Есть какие-то возможности для занятия любыми видами спорта, сдачи любых норм ГТО. И соревнования снизу вести, снизу, район на район, школу на школу, двор на двор. И постепенно, так сказать, в этой пирамиде подниматься. Наверху можно подобрать спортсменов очень высокого класса. Но это просто будет результат, это хорошо, это важно, но массовости не будет. Поэтому важно, чтобы снизу, снизу все шло. Праздник, День физкультурника и День сдачи норм ГТО объявляю открытым. Ура! Помните, готов к труду и обороне. Похоже, старый добрый ГТО вновь становится популярным. Парламентарии и активисты ЛДПР приняли участие в его сдаче. По испытаниям ГТО определяют скорость, силу, гибкость, выносливость. Всего в комплекс входят 11 ступеней для разных возрастных категорий. В одном из нормативов принял участие Владимир Вольфович. Сколько? Два восемь. Два двадцать. Видите, как это? Два двадцать. Это достижение. Также настольный теннис, бокс и бадминтон. Все. Один вон. Кстати, бадминтон – один из любимых видов спорта парламентария от фракции Дмитрия Свящева. Бадминтон – один из самых простых и доступных видов спорта. Поэтому его нужно обязательно культивировать во всех школах, институтах, детских садах даже и так далее. Для того, чтобы люди росли, чтобы была динамика. Видите, это очень динамичный вид спорта. Динамика, такая скорость. Все, что доступно, это надо использовать. Воркаут сейчас очень постеместно развивается. Это такие доступные виды спорта, которые надо культивировать и развивать. А уже потом те спортсмены, те ребята-физкультурники, которые поняли, что их возможности гораздо круче, чем они могут показать на каких-то дворовых спортивных площадках, они потом уже должны записываться в детские спортивные школы, расти их мастерство и должны уже радовать нас на Олимпийских пьедесталах. Под знаменами России. Депутат Госдумы Сергей Катасонов тоже принял участие в сдаче ГТО. Начал со скручиваний. Далее отжимания. Итог. Норма перевыполнена. Работа депутата Госдумы, как и любого человека, который занимается умственным трудом, она связана с большими напряжениями. Если ты не заложил фундамент в детстве, если ты не поддерживаешь форму каждый день, то работать на высоком уровне невозможно. По результатам сдачи норм ГТО выдают специальные значки. Владислав Коршенков, руководитель молодежной организации ЛДПР, имеет золотой знак отличия. Я и плавал, и бегал, и потягивался, и отжимался. Все было. Было максимально интересно. Тогда, если не ошибаюсь, только ГТО у нас пошло в стране. Я один из первых, кто сдавал это. Участники, прошедшие этапы сейчас, почетный знак ГТО получат не скоро. Впереди бег, плавание, метание ядра. В данный момент у нас принималось всего 9 дисциплин, но по разным возрастным группам. Поэтому участникам нужно будет еще дождать такие нормативы, как плавание, бег на длинной дистанции, скандинавская ходьба и лыжная эстафета. И они будут внесены в систему норм ГТО для присвоения знака. Кстати, у обладателя значка ГТО есть неплохие преференции. Он дает дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения и даже шанс получить повышенную стипендию. Но главное, конечно, это здоровый образ жизни. Спорт должен быть доступен для всех граждан. И в этом одна из главных задач ЛДПР. Это были основные события уходящей недели. Берегите себя. До свидания. Продолжение следует...